Друзья, всем привет! Я для вас приготовил график, пошаговый подробный план для самостоятельного изучения английского языка. То есть, что именно учить, как учить, когда учить, про это все сейчас вы узнаете. И план подходит для тех, кто уже освоил азы английского языка и хочет перейти на средний уровень. Плюс нужно заниматься, ну, может быть, где-то час в день. Минимум три раза в неделю по часу. Это тот минимум, который позволит вам динамично двигаться к своей цели и освоить язык на среднем уровне. Are you ready, guys? Let's start! Друзья, такой еще момент. План универсальный, он подходит для всех, но тем не менее мы же все разные. У нас разное мышление, восприятие, память, знания у нас тоже разные, правда? Поэтому смелее, не стесняйтесь, адаптируйте график, план под себя, под свои нужды, под свои способности, особенности, под свои цели. Это можно и даже нужно делать. Итак, предположим, вы занимаетесь три раза в неделю. Понедельник, среду и пятницу. Кто хочет заниматься каждый день, вторник и четверг, дополнительные дни, я тоже скажу, чем можно в эти дни заняться. Итак, основная рекомендация. Тренируйте один или два навыка на одном уроке. То есть не нужно пытаться успеть все и сразу. Это невозможно, это неэффективно. Рекомендуется что делать? Ну, допустим, занимаетесь вы час, полчаса вы почитали, полчаса вы что-нибудь послушали. Или же вы полчаса слушали или смотрели, а потом полчаса занимаетесь словами, там, со словариком работаете, учите слова, там, выписываете, придумываете фразы, предложения. Запомнили, да? Один-два навыка на одном занятии. Не нужно распыляться и пытаться все успеть, там, сделать и почитать, и пописать, поговорить, послушать. Нет, это неэффективно, это не нужно так делать. Кстати, давайте поставим себе четкую цель на месяц. Ну, предположим, вы занимаетесь три раза в неделю или пять дней в неделю, но, тем не менее, за месяц что можно успеть освоить по моему плану? Если это тексты, то вы сможете прочитать и проработать, запомнить слова из четырех текстов, это минимум. Грамматика, 4-5 правил. Конечно, есть правила посложнее, попроще, но, тем не менее, 4-5 правил, плюс, может быть, 10 упражнений вы проработаете, да, тоже сделаете. Дальше, видео, аудио, я бы сказал, примерно 2 часа контента, вы тоже сможете прослушать, проработать с видеороликами, позаниматься, да. И что касается слов, наверное, 100-150 слов тоже вполне реально освоить за месяц. Это именно те слова, которые вы почерпнете из чтения текстов и из прослушивания видео, аудио. То есть, это такой средний, опять же, объем материала, который вы можете проработать, исходя из трех часов в неделю. Но если будете заниматься 5 часов, еще больше освоите. В общем, это то, что вы смело можете себе написать в цели на месяц для своей английского языка. Это такие средненькие цифры. И теперь пойдем по дням недели. Понедельник. Что мы делаем в понедельник? Любой день мы начинаем с повторения. Да, все занятия мы начинаем с повторения пройденного материала. Еще раз перечитайте текст, повторите грамматику, словарик пролистайте, повторите слова, придумайте примеры, переслушайте еще раз аудио-видео. Это очень важно. Почему это нужно делать? Чуть позже расскажу. Значит, первые 10 минут повторения. Что дальше мы делаем в понедельник? Предположим, следующие полчаса можно почитать. Да, работа текстом, чтение. Что можно читать? Учитывая, что у вас начальный уровень, вы идете к среднему уровню, найдите что-нибудь из учебника под ваш уровень, опять же, да? Или адаптированная книга. Или что-нибудь в интернете, что-нибудь простенькое, да? Как читать? Разные есть методики. Расскажу про две основные. Как мне нравилось делать. Просто читаете текст и по ходу чтения переводите, выписываете слова в словарик, придумываете примеры и так далее. Либо второй метод больше подойдет тем, кто готовится к сдаче экзаменов. Значит, сначала вы читаете, вы как бы сканируете, быстро читаете текст, игнорируете незнакомые слова и пытаетесь понять основную суть, смысл. Это очень поможет при сдаче ЕГЭ, ОГЭ и так далее. А потом, когда вы просканировали текст, поняли суть, уже можно еще раз вернуться и подробно все прочитать и перевести. В общем, делайте как хотите, методики есть разные, что вам больше нравится. Но что очень важно делать? Записывать всегда нужно новые слова в словарик. Фразы, выражения, целые предложения нужно записывать и желательно даже проговаривать, что вы пишете. Это очень помогает, потому что вы же читаете не просто ради чтения, а ради восприятия языка, ради умения переводить, понимать информацию и запоминать новые слова. То есть мы пополняем словарный запас с помощью чтения. Это основная задача, я бы сказал, чтения в нашем случае. И у нас остается примерно 10 или 20 минут, смотря сколько вы потратили на чтение и на повторение. Что можно сделать в конце? Учитывая, что мы подустали после чтения, нужно что-нибудь поделать попроще такое, да, легенькое. Ну, допустим, можно повторить аудио или видео, с которым вы работали в предыдущую пятницу, потому что в пятницу у нас будет аудио, аудирование. То есть вы просто минут 10-15 еще раз прослушиваете, закрепляете пройденный аудио или видео контент. И что еще можно делать? Допустим, у вас был текст на какую-то тему, скажем, спорт, послушайте видео или аудио на ту же тему. Это очень полезно, вы комбинируете, как бы, тема одна, слова новые для вас одни и те же, но вы их либо читаете, либо слушаете, да. Это очень классно для запоминания лексики. Вы, как бы, со всех сторон свою систему восприятия нагружаете, и слова повторяются постоянно одни и те же. В общем, вы их запомните, это будет 100% шанс, да, что вы их запомните, потому что они просто, так скажем, отовсюду лезут вам в мозг. Но, опять же, если вы прям очень хотите, можете что-нибудь новенькое послушать, да, ну, 10 минут, 15 минут, сколько вы успеете? Ну, может быть, минутку прослушать, да, этого аудио или видео. И еще есть такая вещь, когда вы заканчиваете занятие, опять же, повторением предыдущего материала, переслушиванием, там, аудио, да, или видео, то этот материал для вас уже, как бы, знакомый, да, это не новая информация, и у вас получается такое ощущение, что, ну, так это все, как бы, понятно, легко, я это уже знаю. То есть вы заканчиваете свой урок на позитивной волне. У вас ощущение, что все посильно, легко, понятно, у меня реально все получается, я знаю английский, то есть это классная мотивация. Поэтому рекомендую всегда заканчивать тоже небольшим таким повторением, особенно понедельник, да, первый день недели. Позанимались, почитали текст, получились слова, и потом еще раз закрепили, повторили, что вы делали в пятницу. Дальше вторник. Я бы назвал вторник днем несерьезного изучения английского языка. Почему? Потому что мы в понедельник хорошо поработали, во вторник нужно передохнуть. Ну, и плюс не все будут заниматься по вторникам. Что я имею в виду? Мы должны получить удовольствие, кайфовать в первую очередь, а потом уже добавить английский язык. Например, вы любите песни или там подпевать музыку на английском языке. Что мы делаем? Находим любимую песню, находим слова, немножко их переводим, там, да, пытаемся понять, о чем речь. И потом просто смотрим в текст и подпеваем. Да, вы получаете удовольствие от того, что вы слушаете, поете, плюс там есть английский язык. Либо вы любитель фильмов, сериалов, то же самое, находите сериал на английском языке, включаете русские субтитры, читаете, все понимаете, но где-то там на заднем фоне, на заднем плане вы слушаете английскую речь. Это классная тренировка, как бы такая пассивная, английский на втором плане. На первом плане у нас удовольствие, кайф от просмотра, там, фильмов, сериалов, от музыки, все что угодно. Это могут быть компьютерные игры на английском языке, или вы перевели интерфейс телефона на английский, может быть, хотя это может быть довольно сложно понять, что к чему, но тем не менее, что хотите, то и делайте. Главное, чтобы это было больше в кайф, нежели это было серьезное занятие грамматикой, там, или чтением, или аудированием, и так далее. Так, среда. Что мы делаем в среду? Сначала повторение, 10 минут. У вас есть текст с понедельника, можете его почитать еще раз, повторить, слова новые из словарика тоже, просмотреть, придумать примеры. То есть, что повторять у вас есть. Дальше предлагаю позаниматься грамматикой. Да, полчасика уделите грамматике. Разберите правила, поделайте упражнения, посмотрите на примеры. Причем, если правило коротенькое, небольшое, то можно его освоить за полчаса. Если же тема обширная, например, там, герунди или инфинитив, конечно, лучше блоками разбивайте на части и потихоньку это все осваивайте. Не пытайтесь все запомнить сразу, это невозможно. Вы все забудете, и мотивация вообще упадет ниже плинтуса. Теперь, какие темы по грамматике нужно освоить, нужно знать на среднем уровне. Мы уже делали такое видео. В описании к этому видео будет ссылка. Переходите, смотрите, там мы все это рассказали. Плюс в описании под тем роликом будет полный перечень тем, которые вам нужно будет освоить. Поэтому переходите и смотрите. Это все, что вам нужно по грамматике. И у нас остается минут 20. Что поделать? Аудирование. Я очень люблю аудирование. Возьмите какой-нибудь, может быть, видеоролик коротенький, или аудио, буквально на 2 минутки, 3 минутки. Вы вполне успеете за 20 минут эти 2-3 минуты проработать. Как работать аудио? Я уже много раз рассказывал о предыдущих роликах. Напомню буквально о двух словах. Первый раз вы слушаете короткий фрагмент, скажем, минуту. Вы его слушаете пару раз. Пытаетесь понять, в чем суть, о чем говорят актеры или спикеры. Без субтитров. Просто пытаетесь на слух понять. Потом вы берете текст, распечатываете субтитры, или просто переводите их с экрана компьютера. Перевели, там все, поняли, как это переводится, там смысл, да, уловили. И потом, третий шаг, еще раз смотрите это видео или слушаете аудио. Вы закрепляете. И закреплять можно раза 2, 3, 4, 5, 10, 20, сколько хотите. А вот эти три шага, вы их постоянно повторяете, идете от фрагмента к фрагменту, и вы заметите, что буквально за месяц-два-три у вас прям будет сильный прогресс в восприятии речи на слух. Это очень классная методика, самая эффективная, о которой я только знаю. Четверг. Четверг, как и вторник, это день английского, так скажем, в фоновом режиме. Чем можно заняться? Предположим, у вас есть свободный вечер. Или вы в четверг едете, там, на метро, или на автобусе, или на машине за рулем. В общем, нужно включить любое аудио или видео, и в фоновом режиме его слушать. Я так делал в университете. Это очень классная штука вообще. Как будто бы вы погружаетесь в среду изучаемого языка. Как будто бы вы поехали, там, не знаю, в Британию, или в Америку, или в Австралию, неважно, в Канаду. Вы как будто бы находитесь в другой стране. Да, потому что вы слышите постоянно какую-то речь, она звучит. Вы особо ее не слушаете, не вслушиваетесь, а просто она звучит. Но на самом деле подсознательно ваш мозг ее воспринимает. Получается, что четверг – это день фонового английского. Вы моете посуду, дома убираетесь, пошли на пробежку, в магазин, едете за рулем и просто слушаете английский. Особо даже не слушаясь. Можно думать о своем, неважно. Таким образом, часа два-три можно наслушать английской речи. Если даже вы понимаете, там, 10%, 20%, все равно ваш мозг потихоньку привыкает к звучанию, к интонации, к произношению. Это все впитывается на уровень подсознания. Это очень классная штука. Всем крайне рекомендую. И у нас остался последний учебный день. Это пятница. Пятницу начинаем, как обычно, с повторения. 10 минут у вас есть и текст, и грамматика, и новые слова. И все это нужно повторить. И потом мы занимаемся аудированием. Да, мы тренируем навык понимания на слух английской речи. Я большой фанат аудирования, потому что мне это давалось очень тяжело. Я прям слушал, 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 прежде чем начал понимать английскую речь на слух. Поэтому всем рекомендую как можно больше слушать. Какой материал? Ну, допустим, аудио или видеозапись с учебника, или простое видео с ютуба, или, может быть, адаптированная аудиокнига, или мультики какие-нибудь для детей. Мультики обычно попроще понимать. В общем, все что угодно. Ищите, свой уровень подстраивайте. Фильмы и сериалы обычно сложные, поэтому смотрите сами. Скорее всего, пока что еще рановато. И последние 20 минут мы подводим итоги. Мы хорошо поработали всю неделю, у нас пополнился словарный запас, там словарик, да, мы записали слова, освоили грамматику, почитали текст, послушали аудио. Мы большие молодцы, нужно себя похвалить, оценить объем работы. Это очень важно, потому что, когда мы учим английский, кажется, что он бесконечный. Это никогда не закончится, можно его учить всю жизнь. Это не так. Он на самом деле заканчивается. И когда вы смотрите на проделанный объем работы, вы понимаете, да я нормально так позанимался, много чего выучил. То есть мы сравниваем себя с вчерашним собой. То есть если мы смотрим на то, что мы прошли, мы более явно, как бы, да, четче можем оценить наши успехи, наш прогресс. И поэтому, скажем, вы прозанимаетесь месяц, потом посмотрите тоже назад, и вы поймете, что вы на самом деле много чего выучили. Это очень классная штука. Всем рекомендую, чтобы не опускались руки, чтобы не терять мотивацию заниматься. Нужно видеть свой прогресс. Визуально, прям оценивать его, измерять. Это очень классно. Еще несколько советов и рекомендаций, которые помогут вам эффективнее заниматься. Первое. Сфокусируйтесь, не отвлекайтесь. Уберите телефон, выключите телевизор, закройте дверь к себе в комнату. Это очень важно, это помогает на самом деле лучше воспринимать информацию. Второе. Поставьте таймер. Да, засеките время, скажем, на час поставьте таймер, потом сработает сигнал или там будильник, и вы сразу же почувствуете облегчение, у вас появится чувство достижения небольшого, да, потому что вы вот прозанимались целый час, будильник сработал, фуф, я большой молодец, можно идти заниматься дальше своими делами. Это очень классно. Таймер помогает. Я себе раньше все время вставил. Дальше повторение. Почему я всем говорю начинайте с повторения, буквально минут 10, это очень важно. Почему важно? Это то же самое, что разминка в спорте. Вы разогреваете мышцы, готовите их к нагрузке, так и здесь. Вы разогреваете мозг, переключаете его на английский язык, перенастраиваете, и вам проще усваивать новую информацию. Проще читать текст, проще слушать аудио, проще усваивать грамматику. Это очень важно. Плюс, и еще огромное преимущество повторения в том, что повторяя, вы лучше запоминаете. Это реально так работает, потому что мало ли у кого такая волшебная память, увидел слово новое, незнакомое, сразу запомнил. Нет, таких людей единицы, да? Поэтому обычно раз повторил, два, три, четыре, пять, шесть раз повторил, запомнил. Это очень важно. Повторяйте, пройденный материал. Постоянно повторяйте. И что касается новых слов, всегда фразы, слова, выражения записывайте в словарик, проговаривайте их вслух и придумывайте примеры. Это самое эффективное, что только может быть, можно придумать для изучения иностранных слов. Проговаривать вслух, придумывать примеры и записывать в словарик. Эти вот три вещи, это самые важные шаги для того, чтобы вы на самом деле запоминали слова и потом использовали их в речи. Не забывали, а именно использовали. Друзья, если будете работать по нашему плану каждый день, то уже буквально через месяц, полтора-два почувствуете успехи. Но если мы поменяем, скажем, вторник и четверг на занятия с учителем, ваши успехи будут в два раза сильнее, мощнее, результаты еще круче. Почему? Потому что грамотный преподаватель, он сразу же оценит ваш уровень, поймет ваши сильные и слабые стороны, составит специально под вас программу, учитывая все эти нюансы, ваши цели, способности, возможности. И вообще одно занятие с учителем приравнивается, наверное, к неделе самостоятельной работы, потому что все-таки это инструктор, это наставник, тот, кто разбирается, и он со стороны видит лучше, как сделать так, чтобы вы добились своей цели. Поэтому переходите по ссылке в описании к этому видеоролику, вводите промокод алекс, покупайте любой пакет занятий и от Inglex вы получите три бесплатных урока. Акция действует только для новых учеников. Друзья, я ничего не рассказывал про навык письма, writing, умение писать возможные письма, эссе, ну, это не всем нужно, если прям хочется, интересно, напишите в комментариях, мы сделаем такой ролик. Также я ничего не рассказывал про навык говорения, умение говорить, speaking, да, почему? Потому что это видео для тех, кто занимается самостоятельно, и обычно, кто занимается самостоятельно, у них нет собеседника, ну, ты сам сидишь, с кем ты будешь разговаривать? Конечно, можно самому с собой говорить, что-нибудь там, мысли вслух, да, проговаривай, все, что тебя окружает, я так делал на самом деле, либо можно пересказывать там тексты, фрагменты из видео, аудио, то, что услышали, пересказали, да, можно так делать, либо некоторые люди в приложениях всевозможных языковых находят собеседника, или, знаете, языковой обмен, американец учит русский, вы учите английский, вы помогаете друг другу, но это на самом деле, честно говоря, не очень эффективно, потому что вы там по-русски пытаетесь, или по-английски, ну, конечно, лучше заниматься с учителем один на один и беседовать, или с каким-нибудь носителем языка, да, кстати, у студентов школы English есть огромное преимущество, кроме индивидуальных занятий, они еще могут участвовать в разговорных клубах, то есть клубы ведут преподаватели тоже школы English, это могут быть даже иностранцы, англичане, американцы, что происходит? Студент записывается, выбирает, вернее, нет, тема уже дается, да, он записывается на разговорный клуб, там есть определенная тема, студенты готовятся, и потом на этом занятии обсуждают какие-то вещи, там, высказывают свои мысли, и так далее, в общем, очень классная штука, дополнительная тренировка навыка говорения, да, умение говорить по-английски. Ребята, и еще раз хочу сказать, что этот план наш пошаговый, да, это такое, не что, среднее, да, вы можете под себя его адаптировать, если вам нравится читать целый час, ну, читайте целый час, нравится слушать аудио, там, минут 50, слушайте, ничего страшного, главное заниматься, и главное повторять предыдущий пройденный материал, еще раз перечитывать, переслушивать, придумать примеры со словами, это залог успеха в самостоятельных занятиях, вы можете как угодно под себя это все адаптировать, не беда, это нормально, потому что у каждого свои предпочтения, возможности, способности, и так далее. И у нас есть финалист в конкурсе комментариев, им становится Екатерина Степанова, наше поздравление, напишите на почту и получите ваш подарок, два урока английского бесплатно, ребята, активнее пишите комментарии, наш конкурс продолжается. Друзья, вы смотрели канал Inglex, кто еще не подписан, подписывайтесь, ставьте лайки, жмите на колокольчик, чтобы ваши ролики не пропускать, and see you guys really soon in the next video. Bye-bye.